ВСУ наступают на юге, а оккупанты активизировались на востоке, Генштаб. Украинские военные продолжают наступательные операции на юго-востоке нашей страны. В то же время российские оккупанты активизировали штурмы на востоке, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона «Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка-Работина и Малая Токмачка-Новопетровка имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят угненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, предпринимают меры контрбатарейной борьбы», — сказал он. Скриншот Deep State Map, Live, по словам спикера, враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении. Окупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение, при этом силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Маринском направлениях, особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. На Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северная и Авдеевка Донецкой области. На Маринском направлении в районе Н.П. Маринка и Победа Донецкой области. Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику потери в живой силе и технике, отметил Ковалев. Скриншот Deep State Map, Live, наступление украинских войск. В начале июня украинские защитники усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. В СУ удалось освободить 8 населенных пунктов, однако за последнюю неделю российские войска активизировались на Лимана-Купянском направлении. Чтобы прорвать обороны ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что контрнаступление украинской армии будет результативным. Он напомнил, что осеннее контрнаступление тоже начиналось с медленного продвижения, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.